здравствуйте сегодня еще кое-что из прошлой давно забытой жизни а именно сегодня у нас два противогаза советские уже не знаю сколько им лет но наверное те кто в сознательное время сознательном возрасте жил в ссср наверное помнят что у нас периодически на предприятиях проходили учения гражданской обороны находили бомбоубежища которые были под всеми крупными предприятиями и там проще всякие были развлечения типа одевания противогазов ну и как так получилось что мне как-то попалась где-то на барахолке парочка противогазов и я их купил и лежат они очень давно еще где-то валяется у меня общевойсковой защитный комплект костюм может быть кто знает такую языка это при радиационной химической безопасности одевается правда сильно прорезиненный я не уверен что он еще живой потому что времени прошло очень много где-то в каком-то коробке валяется я даже не знаю где и не буду его искать ну давайте достанем из сумок вот эти сумки носились на плече так как это здесь путаница так сумки носились на плече команде газы одевались эти противогазы но вот сейчас увидим в каком они состоянии по прошествии стольких многих лет так вот это вот такая вот у нас модель так судя по всему это 78 год выпуска такая вот сумка для противогаза здесь там еще чё-то на дне или просто это просто вставлено для твердости там на дне такие две палочки такой вот противогаз второй номер как я понимаю здесь циферка два наверно второй номер я предполагаю ну как видите он уже сгнил вот у него видите тут происходит разрушение резинки то есть по основному его значению явно нельзя использовать ну а как воспоминание о чем-то таком давно забытом наверное можно ну конечно я не буду его девать показала в противогазе просто покажу значит как это все устроено было что вот отдельно значит у нас вот это вот съемная значит заменяемая не буду открывать ладно заменяемая фильтровальная коробка вот как мне рассказывал один летчик бывший уже достаточно тоже пожилой человек еще я-то был еще среднего возраста он уже был пожилой что в авиации значит использовали эти фильтровальные коробки для процеживания технического спирта кое в авиации было очень много но так как технический спирт пить не очень хорошо его сидели через эти фильтровальные коробки можете себе представить что в чтобы было если бы объявили вдруг химическую тревогу исправить или исправных противогазов я думаю не было бы вовсе так ну тут я даже не знаю что это такое 4 58 19 но вряд ли это 58 год не могу сказать дату выпуска трудно мне сказать но вот такой вот это первый противогаз немножко у него другая коробка это третий размер третий размер вот циферка 3 написано м70 модель это на модель я в них не очень хорошо понимаю ну наверно кто нибудь кто понимает в этом деле подскажет так что у нас тут еще и у нас тут две коробки а это другая модель она без трубы вот две коробки вот смотрите даже кто-то тут поставил два крестика вот на эти коробки а на этой тоже два крестика я так предполагаю что эти коробки уже никуда не годятся этот противогаз без трубы и коробка накручивалась прям сюда коробка накручивалась прямо сюда но на самой сумке никаких я тут опознавательных знаков не вижу тоже тут ремни и для поясные ремни для закрепления на поясе вот такой вот значит вот такой вот второй у нас противогаз и аж две в комплекте коробки скорее всего эти коробки уже использованы да даже просто по возрасту они уже не годятся то есть для реальной использования во время химической и радиационной опасности использовать их нельзя потом я не специалист противогазах но подозреваю что для разных целей существовали разные коробки вот тут написано коробка гп-5 но я думаю что в интернете можно найти я этого делать не буду вот ну вот на этом все про эти противогазы спасибо вам большое ждите новых видео всего вам хорошего здравствуйте еще раз вот я уже с вами попрощался и когда упаковал противогазы и стал убирать их на место в уши он неожиданно обнаружил сумку с узыка о которой мы с вами говорили в такой прикольный цвета хоккей сумки с олимпийской мишкой 900 1980 год но если вы знаете у нас так и партильные сумки в то время выпускались печатались на них всякие рисуночки вот сейчас мы заглянем сюда тут еще чего то есть помимо языка достанем так она я знаю что это такое это у нас дождевая накидка причем не какая-то простая а генеральская накидка вот потому что она сделана из такой ткани типа баллони вот если кто помнит в то время очень модные были плащи для баллони такая прорезиненная синтетическая ткань обычные офицерские накидки делались из обычной брезентухи ткань типа брезент вот а это значит генеральская ночь не знаю где достал там тоже где купил на барахолке так и вторая часть это у нас я так подозреваю даже не смотрел но я так думаю что это узыка так узыка ведь он в такой сумке до этого языка вот и он даже как-то такой вот бумаги упакован узыка если кто служил в армии а это не весь узыка ребят я вас обманул это только от него бахилы от узыка видите это бакилы от узыка узыка значит где-то валяется еще вот где-то он у меня был весь узыка не знаю где это бахилы от узыка если кто-нибудь помнит в армии того времени команду плащи в рукава чулки перчатки одеть газы вот это вот как раз чулки а плащи вот плащ где-то есть но пока не нашел может быть час буду это убирать и плащ найду а если нет то я про эту армейскую тему закрываю видео благодарю вас заходите еще всего хорошего